26 апреля 1986. Час 23 минуты. Серия взрывов разрушает реакторы здания 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. В этот момент еще никто не осознает, с какой неописуемой трагедией сталкивается мир. На место аварии прибывают первые ликвидаторы. 30 спасателей из Припяти бросаются на борьбу с бедствием через несколько минут после взрыва. Не зная уровня радиации, пожарные без спецзащиты тушат огонь непрерывно, бессменно. Большинство из них умирает в течение 14 дней. Объявляют полную эвакуацию. Тысячи автобусов колонной вывозят жителей близлежащих населенных пунктов. 200 тысяч человек. Люди бросают все и навсегда, хотя еще и не догадываются об этом. Внимание, внимание! В связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Примерно 60% радиоактивных осадков выпадает на территории Беларуси. Последствия Чернобыльской катастрофы для республики определяют как национальное экологическое бедствие. Под загрязнение половиной тысячи населенных пунктов – это больше двух миллионов человек. Некогда такие же процветающие города, как Бобруйск, буквально за считанные дни прекратили свое существование. Почти 500 населенных пунктов ушли в забвение 36 лет назад. Навсегда потеряли свой дом тогда 137 тысяч человек. Жизни многих резко меняются, в том числе и Виктора Дедушкина. Он жертвует своими планами на ближайшее будущее и отправляется в Гомельскую область. В зоне отчуждения мужчина проводит целый месяц, пока следующая команда его не сменяет. Ликвидатор признается, прошел не один год перед тем, как он осознал масштаб трагедии. «Никто, ничего, даже ни с руководства УВД, даже и руководство республики понятия не имели, что такое радиационная опасность. Была горечь такая, вот как правильно говорят, йод, ошушался, а так никакого. Ну, выполняли свои обязанности, никто, я говорю, даже и не думали, что это дезертиры какие-то». Возложение цветов к памятному знаку сотрудникам Бобруйской милиции, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС – традиция. Ежегодно здесь вспоминают трагичную дату и тех, кто отдал жизнь, чтобы ограничить масштаб катастрофы. «Очень много сотрудников органов внутренних дел принимали участие в ликвидации, оказывали всяческую помощь гражданскому населению, ну и также находились тоже в горячих местах, где именно был сам реактор». Не забывают памятную дату и в молодежном парке. Важно привлекать внимание будущего поколения к трагедии прошлого. За мир без катастроф. Под таким девизом здесь выступают талантливые бобруйчане. «В этой акции принимают участие коллективы нашего центра дополнительного образования «Росквит». Поют, танцуют и дарят позитивные эмоции». Ликвидация последствий чернобыльской катастрофы потребовала небывалой для мирного времени мобилизации сил и средств. Частью этих событий стало больше 600 тысяч человек. В живых остались около 219 тысяч. Помнить и чтить жертвы героев, безусловно, нужно. Но куда важнее извлечь урок и не допустить трагедии вновь.